Добрый день, уважаемые участники конференции! Большое спасибо организаторам за возможность выступить сегодня здесь, в этом зале. Мы здорово выбились из графика, поэтому я постараюсь быть очень лаконичной. Меня зовут Акимова Александра, я представляю компанию LabTest. Мы занимаемся поставками и обслуживанием аналитического оборудования. И в своем коротком рекламном сообщении я расскажу о том, чем мы занимаемся, что мы за компания, на чем мы специализируемся. Мы поставляем научное оборудование в основном, иногда это что-то научно-технологическое. Мы осуществляем обслуживание этого оборудования, естественно, у нас своя сервисная служба. И также специализируемся на методической поддержке. Иногда выполняем инжиниринговые работы, поскольку у нас очень сильная сервисная служба. В Москве у нас имеется несколько демонстрационных лабораторий. Все оборудование, с которым мы работаем, мы стараемся иметь у себя в наличии и показывать в работе. Что-то эксплуатируется у нас на Ленинском проспекте в офисе. То оборудование, которое требует подключения газов или вытяжной вентиляции, эксплуатируется в Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Основными направлениями нашей деятельности являются следующие. Элементный анализ – это исторически у нас такое серьезное направление. Наш директор начинал с него, занимался с 1989 года, был сервисным инженером в компании «Термос Антифик». То есть теперь мы так здорово на этом специализируемся. Серьезное направление – это газооцеркционное оборудование и гетонометрия. Определение размеров частей. Часть – это измерение магнитных свойств. Молекулярная спектрометрия, термоанализ и дополнительное оборудование с расходными материалами. Вот в первой таблице представлен список производителей, с которыми мы работали много-много лет до февраля прошлого года. И справа в таблице представлены производители, с которыми мы работаем теперь. Конечно же, видно, что значительно этот список сократился и изменился. В основном это сейчас оборудование из дружественных стран. И из перечисленных фактически напрямую с нами продолжает работать только Израиль. Это израильская компания «Эксениметрикс», которую мы эксклюзивно представляли с 2004 года. И сейчас успешно продолжаем с ними работать. Элементный анализ. Как я уже упомянула, это у нас такое достаточно большое направление. Разрушающие инструментальные методы представлены спектрометрией с индуктивно связанной плазмой, масс-спектрометрией с индуктивно связанной плазмой. Это одно- и трехпадрупольные масс-спектрометры. Сейчас мы работаем с компанией FPI. Начали сотрудничество с ними в прошлом году, естественно. До этого очень много лет работали с американскими компаниями «Теледайн» и «Термосэнтифик». И поставлено нами было огромное количество таких спектрометров. И сейчас, за последний год, мы уже достаточно неплохо разобрались в этом оборудовании. Нового производителя FPI поставили достаточно большое количество спектрометров. Проводим массу демонстрационных анализов на нем. Уже пробовали работать с самыми различными сложными пробами в том числе. Например, недавно у меня был последний демонстрационный анализ — это определение ГАФа в цирконе. И должна сказать, что это оборудование прекрасно справляется с своими задачами. Оно хорошо исполнено, имеются все нужные аналитику функции. Здесь просто представлены скриншоты из программного обеспечения, которые демонстрируют его интерфейс. Неразрушающие методы элементного анализа у нас представлены энерго-дисперсионными рентгенопсоресцентными спектрометрами израильского производителя Xenimetrix. Как я уже упомянула, очень много лет мы с ними работаем. Это небольшая компания, которая специализируется именно на этом типе приборов. Ранее они назывались Jordan Value, может быть, кто-то даже слышал. И вот сейчас это Xenimetrix. У них имеются приборы в линейке от небольших полупортативных и до больших напольных приборов. Но они все энергодисперсионные, волнодисперсионными приборами данный производитель не занимается. У нас также в демонстрационной лаборатории имеются такие приборы. Мы их активно показываем. Газоакцифционные анализаторы. Это такое отдельное большое направление. Мы очень много лет были представителем компании Contochrome. Сегодня же выступали пользователи приборов Nova, Autosorb. Мы их поставляли до 2020 года, затем стали эксклюзивным представителем мирового лидера Micromelitics. Но теперь вот так все изменилось. Теперь новая компания, которая называется Altamira Instruments. Это компания американская, которая была куплена в прошлом году китайской компанией Altamira. И они производят анализаторы удельной поверхности, газовые пикнометры, анализаторы динамической химосорбции, лабораторные газо-жидкостные реакторы, анализаторы адсорбции под давлением и многокомпонентной адсорбции. Вот анализаторы удельной поверхности. Это аналоги бандохрома и микромеритикса, которые мы раньше поставляли для изучения микропор и мезопор. Имеются модели с разным количеством станций и позволяют определять споры по изучать, получать изотермосорбции-десорбции и работать по методу БЭД, изучать распределение пор по размерам и получать вот такие полные изотермосорбции. Газовые пикнометры имеются для определения истинной или кажущейся плотности. Такой достаточно простой приборчик. Затем есть для изучения химосорбции, для изучения свойств катализаторов, дисперсности, активной поверхности, размер зерен. Имеется вот такой вот анализатор АМИ-300, который был также разработан компанией Альтамира в Соединенных Штатах и очень много где в мире, в принципе, эксплуатируют в этой достаточно узкой области. Для сорта и под давлением, для изучения материалов, для исследования и хранения газа, водорода, кислого газа, имеются вот такие анализаторы РУБАЛАП. Они производятся немецкой компанией, он называется РУБАЛАП, а компания немецкая РУБА, анализатор РУБАСОРПа, компания РУБАЛАП немецкая. Ее также вот Альтамира Инструментс в Китае в прошлом году эту немецкую компанию купила. Но производство в Германии также вот для таких специфических задач они используются. И имеется прибор для изучения многокомпонентной адсорбции газовых смесей. И также вот сегодня так уже упоминалось, если будет интересно, подходите задавать вопросы, имеются также газороскосные реакторы лабораторные. Отдельное направление – это изучение магнитных свойств материалов. Здесь также уже мы переквалифицировались на китайскую компанию Тиксин, поставили несколько таких приборов. Молекулярная спектрометрия у нас всегда это было очень большое, серьезное направление, поставленное японской компанией JASCO. Может быть, кто-то из вас имеет такие приборы. Это были спектрометры кругового дихроизма. И как стационарные исследования, так и время разрешенные. Там флориметрия, спектрофотометрия, замечательные, прекрасные приборы. Но вот, к сожалению, за невозможностью продолжения работы мы сотрудничаем теперь с компанией Optosky. Пока только получили один газ-пектрометр себе в демонстрационную лабораторию и начинаем его осваивать. Термоанализ тоже теперь представлен небольшим набором китайских приборов. И большое направление – это дополнительное оборудование и пробоподготовка. Очень часто мы поставляем оборудование под ключ, лабораторию. Поэтому все это обязательно у нас имеется. Системы водоподготовки лабораторные – прекрасная китайская компания Hi-Tech. Мы были очень рады их найти и с ними познакомиться. До этого мы очень много лет представляли Эльгерланд Водер, английскую компанию. И Hi-Tech ничем не уступает по качеству и по исполнению потому, как здорово сделаны эти системы. Очистка кислот также имеется для подготовки кислот к ICP-MS. Кислотное разложение как в автоклавах микроволновое, так и атмосферным давлением. И проподготовка к РФА полностью вся. Начинает измельчения, прессования, системы сплавления индукционного. И отдельное направление – это электроспиннинг, если вдруг кому-то это будет актуально для получения надволокон из различных полимерных материалов. У нас есть еще одна фирма, помимо непосредственного МКЦ Лаптест. Называется она Аналит Экспресс. И она специализируется на поставках комплектующих расходных материалов к различным электрометрам с перечисленным методом. И кому это актуально, у кого эксплуатируется такой тип оборудования, вы можете заходить на этот сайт, смотреть, что-то у нас имеется в наличии на складе, что-то под заказ. И также, кто является пользователем квантохром, например, оборудования или микромеритикс, мы поставляем ячейки. Это компания «Альтамира», они разводят ячейки, они подходят к этим анализаторам. Большое спасибо вам за внимание. Спасибо.